Профессор Митрофанов руководит московской группой ЛИГО, исследования которой привели к долгожданному открытию. Потребовалось более 20 лет трудоемких исследований. Образовательный центр «Сириус» – площадка для самых талантливых детей России, а их наставники – ведущие ученые страны и мира, в том числе нобелевские лауреаты. Профессор Митрофанов рассказал юной аудитории о том, как удалось обнаружить волны пространства-время. Было интересно услышать больше, более подробную информацию о том, как устроено это, как это изучается, и о том, что люди знают и чего еще хотят добиться от этой науки. Гравитационные волны ровно 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн, но все экспериментальные попытки их обнаружить заканчивались провалом. Источником обнаруженных волн стали две черные дыры, массой около 30 масс Солнца каждая. Они, двигаясь на околосветовых скоростях, столкнулись, образовав одну дыру большего размера. Открытие может послужить таким же толчком для изучения Вселенной, каким в свое время стало изобретение телескопа. Задача в том, чтобы увлечь. Вот кто когда-нибудь увлечется такими проблемами, через несколько десятков лет он, может быть, сделает открытие гораздо более существенное, чем вот это первое открытие гравитационных волнов. Вот для этого мы сюда приезжали. По мнению ученого, научная фантастика становится реальностью. Во время общения с воспитанниками «Сириуса» ученый не исключил возможность перемещения через пространство и время в будущем.